Привет! В сегодняшнем выпуске мы поговорим о способах и нюансах получения политического убежища в США и странах ЕС. Информацию на эту тему мне любезно предоставил человек из Даркнета. Он нелегально пересек границы с Россией до Франции и получил там статус беженца. Поэтому смотрите до конца и возможно ваша жизнь изменится к лучшему. И хоть в этом видео мы ни разу не упомянем книгу Сергея Павловича, которая и так отлично продается на его сайте, и не расскажем о его кешбэк-сервисе Secret Discounter, но тем не менее вам не стоит забывать о канале Люди Про, совместно с которым мы расширяем ваш кругозор. Итак, перед тем как рассказывать о различных способах получения политического убежища, я расскажу, что это вообще такое и зачем оно нужно. Политическое убежище – это право на проживание, которое предоставляется государством гражданину другой страны, чтобы защитить его от преследования. Человек, получивший политическое убежище, получает вид на жительство, возможность работать и получать помощь государству. Очевидно, что для большинства людей политическое убежище – это шанс на лучшую жизнь. Вообще вся процедура получения политического убежища больше похожа на театр. То есть ты всех обманываешь, а они об этом знают и пытаются поймать тебя на лжи. Именно для этого и спрашивают разные даты. И потом через две недели ты повторяешь все снова, но уже на большом суде, где тебе могут дать политическое убежище. Способ его получить только один – доказать, что твоя жизнь на родине в опасности, что ни правоохранительные органы, ни государство не может тебе обеспечить безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Этот ролик будет построен в виде вопросов на ответы, раскрыв которые у вас сложится общее представление о данной теме и понимание того, нужно оно вам или нет. Рассмотрим некоторые примеры. Можно ли получить политическое убежище в странах ЕС или США по факту несогласия с политическим вектором Владимира Путина? Обычному человеку получить политическое убежище по этому пункту довольно-таки сложно. Если вы пару раз выходили на несанкционированный митинг с плакатом «Путин, хуйло» и огребли дубинкой от ОМОНа, а также периодически получаете люлей по месту проживания из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, это еще не повод для предоставления политического убежища. По факту вам так и ответят. Не ходите на митинги и смените место проживания. Если бы все было так просто и задержания на оппозиционном митинге, да еще и со следами побоев на лице было бы достаточно для получения политического убежища в стране с высоким уровнем жизни, то на митингах было бы не протолкнуться. Вот только нужны ли в цивилизованных странах политические беженцы в таком количестве? Очень в этом сомневаюсь. Кроме этого, оппозиционеры представляют для ЕС определенный интерес в информационной политической войне с Россией. Им полезны митинги, ведь они их используют как повод для критики РФ. Например, как не посмотришь Евроньюз, митинг в Москве показывает всю неделю. Если на митинге будет небольшая кучка людей, никакого сюжета не будет. Если они вас заберут к себе, то кто в России будет ругаться на действующую власть? Вторая по популярности причина прошения политического убежища – это религиозные убеждения. Здесь нужно учитывать, в какой именно стране вы хотите получить убежище, и где именно, и как вас преследуют. Например, если вы атеист и вас преследуют религиозные активисты в России, то получить убежище вам удастся вряд ли. Однако, если вы из религиозного государства, где в вашей жизни грозит опасность из-за ваших убеждений, например, из Саудовской Аравии, где за атеизм предусмотрена смертная казнь по законам этой страны, то ваши шансы на убежище в развитых светских государствах будут гораздо выше. Не менее популярной причиной прошения политического убежища является принадлежность сексуальным меньшинствам. В странах СНГ, а больше всего в России, довольно консервативно относятся к подобным представителям. А в Чечне так вообще пытают, убивают и похищают. Однако государство на это реагирует слабо. Очень много выходцев с России идут именно таким способом. Однако нужно доказать, что вы действительно подвергаетесь дискриминации. Впрочем, думаю, собрать доказательную базу для подобного кейса не составит труда. Какие сведения о себе и предыдущей жизни должно предоставить лицо при запросе политического убежища в странах ЕС? Тут есть нюансы. Если ты когда-либо получал визу в Европу или был в какой-то из европейских стран, то твои отпечатки пальцев уже есть в базе Евродак. Хранятся они там 10 лет. Соответственно, сдаваться на Азюль под чужими данными не имеет смысла. При первой сдаче отпечатков пальцев все раскроется и тебя пинают под зад. Человек, который никогда не был в Европе и виз не получал и вообще как будто с луны свалился, теоретически может сдаться под другими данными. Но нужно понимать, что это незаконно. И если он запутается в своей фальшивой биографии или будут расхождения в его словах, то все это будет трактоваться не в его пользу и станет поводом выписать отказ. Что известно о проверках предоставленных сведений. Как они проверяют неизвестно, но запросов в Россию и Интерпол они не делают. При первом посещении префектуры у вас обязательно снимут докталоскопию. Докталоскопия это способ опознания человека по следам пальцев рук, основанный на неповторимости рисунка кожи. Заводят в маленькую комнату, которая постоянно закрывается на ключ. Там стоят два разных компьютера. По очереди сканируют отпечатки. Первые Интерпол, вторые проверяют ваши визы и посещение других стран ЕС, дабы применить к вам процедуру Дублин. Дублинский регламент. Часть права Европейского союза, который определяет, какое государство-член ЕС, несет ответственность за рассмотрение ходатайства просителей убежища, ищущих международной защиты в соответствии с Женевской конвенцией. При всплытии ваших отпечатков по линии Интерпола вас спокойно попросят подождать в коридоре и вызовут наряд полиции. Дергаться бессмысленно, ибо в полиции работают одни атлеты. Но вы должны понимать, что политические убежища это не единственный способ легализации. Самый простой и доступный способ переезда в страны ЕС – это получить рабочую визу в Польше. Но придется работать на низовых работах. Или, если есть крутая специальность, то можно поискать работу в Западной Европе. Когда вы попадаете на собеседование в посольстве или у работодателя, то лучше не упоминайте о своих политических взглядах. Там любят космополитов, которых политика не интересует. У них и своих активистов хватает. Компании, в которых вы собираетесь работать, интересует только их прибыль, а ваши взгляды на политику РФ могут только насторожить работодателя. Ведь ни один из них не любит рисковать при подборе персонала. Кто знает, что они могут подумать. А нейтральная позиция никого не насторожит. Спросят о цели приезда. Скажете, просто хочу больше зарабатывать. Хочу профессионального роста. А Россия для вас исчерпала свой потенциал для заработка. Вы многого там добились. Но ваша работа будет стоить дороже. На Западе вы сможете сделать больше, чем в России. Вы будете работать только в интересах компании. Можете принести и грандиозную прибыль. А для государства вы неиссякаемый источник налогов. Кроме этого, порядочный гражданин. Уважаете закон, какой бы он ни был. Верите в Бога. Ходите по воскресеньям в баптистскую церковь. Всегда платите налогов. А если знаете, что кто-то не платит, то обязательно на него настучите. Последний пункт можно озвучивать только в посольстве. Но никак не на собеседовании. Также вы любите и постоянно изучаете историю традиции страны. Можно продолжать перечислять долго, но при таком подходе шансов на переезд будет гораздо больше. Также можно попробовать переехать учиться. Но тут в разных странах свои требования. Где-то надо оплатить учебу и расходы на все сопутствующие. Даже в тех странах, где образование бесплатное, не забывайте, что по факту оно бесплатное только для резидентов. Все остальные должны иметь на счету определенную сумму для проживания. К примеру, во Франции это 9000 евро в первый год обучения. Надеюсь, вам понравился выпуск и вы сделали для себя выводы, стоит ли игра свеч. До встречи в следующем выпуске.